Дальше Шлемо перечисляет еще два соблазна. Нивляем кишоль хаим, утмимим кьюрдей бор. Переведем дословно. Нивляем проглотим их, кишоль, как преисподня, хаим, живыми, утмимим и наивных, кьюрдей бор, как те, которые спускаются в яму. Теперь все вместе проглотим живых, как преисподня, а наивных, как будто они спускаются в яму. Давайте разберем. Когда идет война, то есть три сценария победы. Самый неудачный сценарий, это когда мы врага уничтожаем полностью, его, его дома, весь его город. Да, допустим, бросают на него какую-то бомбу и все уничтожается. Средний сценарий, когда побеждают врага, его уничтожают и забирают его дома, его имущество, его города. И самый удачный сценарий, это захватить, победить, захватить врага тоже всех живыми. И тогда можно использовать его имущество, его дома, а самих людей направить работать пленных, направить работать на себя. Они будут платить налоги, они будут делать разные работы черные. Да, и также, если есть там хорошие специалисты, хорошие умы, то они могут развивать науку, развивать разные сферы экономики. И это успешная победа. И поэтому мельхама на иврите от слова, от корня лехем, хлеб. Потому что суть войны это хлеб. То есть мы берем победу, это как будто мы находим хлеб. То есть у нас теперь есть хорошая страна, которая будет на нас работать. И поэтому есть такой соблазн конкурента или какого-то человека, который тебе мешает не просто его убить или убрать его со сцены, а направить его в свою сторону, чтобы он тебе помогал, чтобы он был частью твоей команды. А второй соблазн это тмимим квердейбор. Это люди, которые наивные. Они им так постелить, что им кажется, что они идут по прямой дороге, которая покрыта коврами. И вдруг они оказываются в яме. То есть их, этих наивных людей, их призывают на выборах голосовать за определенные партии, обещают им разные льготы, разные хорошие вещи после выборов. И когда выборы заканчиваются, то не обязательно, что это выполняют. Но также наивных людей используют во всем. Их уговаривают вкладывать деньги в акции. Говорят, что эта акция будет расти. Посмотри, она растет, она до сих пор будет расти и дальше. Их уговаривают вкладывать в разные пирамиды, в разные стартапы, в разные проекты. И потом им показывают прямую дорогу. Они видят ковры, все красиво, все хорошо. А на самом деле они оказываются в яме, с долгами и с... То есть их имущество используется в своих целях. Это называется Утмимим Квердый Бор. Шлова продолжает. Бни, аль тилех бедерых и там, мныр аглейха мин и тиво там. Переведем дословно. Бни, сын мой, аль тилех не иди бедерых и там, одной дорогой с ними. Мныр аглейха, воздержи свои ноги, мин и тиво там, даже от их тропинок. Теперь все вместе. Сын мой, не иди с ними одной дорогой, воздержись даже от их тропинок. Давайте разберем. Здесь Шлова Мелик сделал аллегорию из дороги и тропинок. Дорога это то, что идет по городу и все по ней, большая дорога, все по ней идут. А тропинки, они обычно отходят от дороги к каждому дому в частности. То есть у каждого есть своя тропинка к своему дому. Или от своего дома к общей дороге. А по общей дороге уже идут все. И это аллегория, что есть какие-то общие диалоги. А есть какие-то лозунги, которые используют те или иные люди в своих целях, когда им выгодно это сделать. И говорит Шлова Мелик, что когда тебя грешники зовут на какую-то свою идеологию, то ты не ходи с ними. И даже по их тропинкам, то есть даже не бери их лозунги, не бери ничего у них. Потому что в конце концов ты попадешь с ними на один путь. Я желаю всем, чтобы мы стали частью хорошей общины, хорошей команды, праведной компании. Чтобы нас окружали хорошие, порядочные, целеустремленные люди. И это даст нам нужный вектор в жизни. И мы избежим нехороших поступков и плохих последствий. Спасибо.